за всех за вас и за кавказ доброе утро дорогие друзья на календаре 26 февраля 2024 год как минимум снимая видео каждый день я начал запоминать год в котором нахожусь сейчас сегодня на часах 7 26 только что был 0 градусов сейчас стал один градус это радует мы находимся возле моря море у нас сегодня 10 градусов днем прогреется температура воздуха до 12 возможно в этом видео мы с вами и в день отправимся я сейчас отправляюсь на пробежку попробую покорить 10 километров вес на весах 107 и 3 то есть что-то не худеется мог просто не бегать еще не на самом деле эффект от бега есть от прошлый раз сжался на боль в ноге посмотрим как сегодня будет ну что вчера ноги отпустила дай сын говорил мне тоже папа если будешь каждый бегать у тебя все будет хорошо с ногами и смысл через час ровно с вами увидимся время 905 температура воздуха плюс 4 сегодня из-за ветра который дует с берега довольно таки прохладно стало и поэтому я немножко даже под замерз по пробежке ребятки сегодня первые три километра меня похвалили датчики на часах сказали что лучшее время было за все время конечно это меня от души порадовало но в целом я пробежал по времени хуже чем прошлый раз и потому что после четырех километров начало бедро беспокоить от этого прям вообще было все шикарно и хорошо очень мышцы потихоньку привыкает меня это очень сильно радует мы идем на море пляж называется друзьям и восход либо сан парка здесь не просто удобнее машинка недалеко становится недалеко от анапы в летнее время здесь его перекрывает сюда не подъехать так что не рассчитывайте рассматривать как возможность именно использовать в летний период она по море солнце красота хозяин этих сетей мне сегодня написал комментарий если смотрите телеграм-канал того же прочитали о том что не имела никакого права там трогать его сети на не имел право уничтожать его сети а вот посмотреть что там происходит собственно почему бы и нет вдруг там кто-то что-то нарушает вот какая-то там машина стоит уже на пляже по ходу будет наблюдать за моим купанием может быть это и есть хозяин этих сетей тогда его можно штрафануть за выезд еще и на пляжную территорию то постоянно смотришь и думать на как это все в этой жизни происходит то машина у нас по пляжу катаются то сети в море стоят типа он сказал у меня тут и п я купил себе возможность ставить сети в море как прочитаешь так идут или выше не едут я долбанутый и в прошлом году ты на меня тут наезжал и так далее но я свою позицию выясняем не все равно кто там и п кто дает разрешение кто там еще что я против сетей в море заявляют как человек свою гражданскую позицию заявляю имею право на это и также мои подписчики благодарен всем кто поддержит то не поддерживает ребята это ваши проблемы как если для вас нормально сети вдоль бегает для меня это ужас ужасный живем в том время в том мире в котором ну вот не должно такого происходить как я лично читать и были мы видели как и птицы гибнут попадая в эти сети доставали птиц из этих сетей что только не происходило же у нас температура возле моря показывает 10 и 7 градусов чуть упал 10 градусов замеряем водичку водичка холодная и температура моря показывает 9 и 6 градусов ветер с берега из этого температура моря большому сожалению падает но как говорится мелочи жизни холодно только это самое холодное купание за последние дни которые я записываю но надеюсь у нас все получится ну и ваша поддержка в комментариях будет слышно и видно комментарии вступания в что-то мало и думаю надо ли снимать этот контент на что без камеры или гораздо быстрее все это сделать интересно кто-нибудь в этот раз а там как-то сети вообще поставили буквально чтобы туда поглубже непонятно что происходит ищут возможности как наловить рыбу больше сейчас глянем пока рыбы не видно возможно уже наученные прошлым опытом то что люди начали возмущаться что такая мягкая рыба там кто-то находится в сети у нас сразу как обидвиживается погибает это то есть правду пишут но многие начали писать то что любви тут больше не есть рыбы которые у нас продают так что такая немножко антиреклама этих сетей да тут садок получается тут понаставили буквально заходит там чтобы она не по сети выходила то есть пытается ловить больше и больше я понимаю как раньше рыббригады ставили там вставки допустим на лимане у нас то есть там я понимал что это действительно занимают профессионалы рыбной лобби что у меня ноги уже сводит так-то у нас немного рыбы как я и говорил плавала тут несколько штук дельфинов ждала так сказать подкормить и все больше рыб нет всем бодрости духа и хороших эмоций дорогие мои друзья холодно в море единственное это конечно печалит прям очень холодно как нырнуть как нырнуть ладно то столько шел и не нырнул будет обидно за всех за вас и за кавказ красота на самом деле я очень рад что продолжаем и купание продолжают убег уже третий день и вчера принципе купаться вчера была вообще идеальная купаться потому что воздух был почти двадцатка с моря выходишь и прям сразу тепло здесь же на контрасте в море получается теплее единственно что из-за долгого захода начинается рвить ноги поэтому гораздо проще купаться на каменных пляжах зашел и сразу попутать то есть ты не вспоминываешь этот стресс пока идешь к долгим заходам но здесь он тренирует как сказать его воля такие вот дела мои дорогие друзья я думаю что мы с вами сейчас отправимся куда-нибудь на каменное побережье посмотрим например сухо давно мы там не были хочу нам происходит интересно я тех понял что это за него ребятки сто процентов она есть она и какая-то объединение курортных услуг было написано и два человечка не сидели то есть я считаю что они катаются по пляжу разгоняя людей собак незаконно и хотелось бы чтобы книг как и должностных лиц было говорится взыскано нашей прокуратурой азова черноморская то есть выйти посмотреть кто подъезжает к сетям и потому что люди паркуются где-то там приходят такие проверяют свои сети а тут оказывается они еще и на машине туда-сюда катаются уж как нехорошо да выбрался я в сторону сука но таких пробок я в анапе еще не видел это просто жить я час еду ну сколько там пять-шесть кварталов из-за того что объездная перекрыта до сих пор тут просто адский от творится температура воздуха уже поднялась до плюс 19 час 31 времени у нас такое красивое небо и я надеюсь что все таки доберемся до соком хочу поблагодарить всех кто поддерживает донатиками вы это можете сделать по номеру телефона который сейчас видите на экране а души ребят вам спасибо заправляем машинку и катаемся по любимым вашим местам чтобы вы знали что происходит в нашей солнечной анапе именно в такие моменты начинают задумываться о том что очень сильно нужен мотоцикл все что сейчас происходит от а что же тогда будет летом когда людей станет еще больше в этом году вас приедет еще больше чем в прошлом нам отдыхать можно фиксировать температуру пока она растет плюс 20 за 6 минут мы приехали совсем чуть-чуть тут у нас оказывается какая-то трапа на дороге из-за этого два потока воде сливаются и вакханалия получается очень быстро преодолели красную площадь и опять пробка вот та самая развязочка широкая большая но пробочки в анапе есть кстати по субсехскому шоссе проехал нормально въезжаем в субсех субсехе у нас есть несколько прогулочных мест таких прекрасных как 800 ступеней также можно побывать на ласточки на гнездах поклонный крест и здесь у нас теперь находится начало кавказских гор с орлом нас во все уже зацветают фруктовые деревья возможно это миндаль сам субсех довольно таки сильно разросся а если построить микрорайон еще которые хотят с левой стороны туда реализовать это конечно будет вообще жуть жутко представляете двухполосная дорога на въезд и выезд самая жесть конечно для тех кто живет в сукоту что других дорог у нас в принципе нету не дай бог какая-то авария и все встает в жесткие пробки летом это все стоит из-за количества машинал с левой стороны здесь был стадион вместо стадиона реконструкции построили торговый центр круто да подъезде горе вот сверху краски поклона креста который мы говорил здесь тотальная тоже застройка смотрите какие там хаосы возводят по всей улице а с правой стороны приехали мы здесь сквер его открыли годика три назад тоже год как первое классное нововведение в субсехе при подъеме на сам перевал кварваровки здесь у нас тоже тотальная застройка и вот сюда налево у нас подъезд как раз таки поклонному кресту в летний период времени там еще выставка колоколов происходят но впереди у нас находится орел это начало кавказских гор раньше кто смотрит внимательно наше видео видели я показывал возле пак отеля там где соединяется каменный пляс песчаным считалось местом начала кавказских гор и здравствует варваровка храм варвары а также внизу источник это такая зарисовка мусорка и ослы в переградившей дорогу немножко как повернул и храм здесь очень красивый мне честно нравится ну источник водичку из которой очень часто пьем когда езжи сухого варваровку она здесь даже летом очень холодно единственно что такое более тоненький у нее ручеек ваше здоровье не водичка мед кстати тоже продают 900 рублей нос вы это прям нечто такие кадры надо сохранять в памяти хоть с дороги ушел послы напали на мусорку варваровка такой довольно-таки небольшой поселочек но здесь в основном частный сектор и у нас также имеется дом культуры школа садик амбулатория кстати садик мы сейчас проезжаем но этот дом культуры далее на путь исследования у нас жека анаполис и варваровская щель о ней подробнее шикарнейшее видовое место с правой стороны у нас памятник калинину джека анаполис раньше здесь просто блюдки виноградники поверите выращивались и можжевельники по горе видно идет дорога я ближайшее время как станет хорошо вообще тепло на улице обязательно сделаю по ней променад летний период времени здесь подъезд варваровской щели на один из прекраснейших пляжей стоит фокбаум и просит денег я как-то раз летом по 500 рублей платил заезжал чтобы вам подснять мы сейчас спокойно по этой дороге спускаемся и едем к самому морю сама дорога забетонированная довольно таки комфортно и ускоримся внизу журчит речушка здесь после штурма века мусора накидало очень много русла до сих пор никто так и не прочистил большому сожалению таком вот виде она сейчас предстает перед глазами отсюда шикарная прогулочка в сторону на по 800 ступеней возможно здесь пляжик на пляж у нас благоустроенный есть туалеты при одевалке и также видите кафе который можете посетить ему летний период посмотреть какое здесь заводь образовалась перед самим пляжиком вот короткая погода мужчины прогуливаются без майки море здесь мы защищены сейчас от ветра который дует с берега и поэтому гулять очень комфортно присутствует немножко мусора на берегу здесь наверно только клеток берут в ту сторону имеется диски пляж я в своих видеосюжетах показывала место шикарное берег тут видоизменился после шторма раскидала волны если отдыхали прошлом году вы его немножко не узнаете вот такая вот порода какова красота куртки прямо жарко ребята в ту сторону я посмотрел там сидят любим человек 5-6 которые без верхней одежды загорают получают массу удовольствием и как же нежно шумит море сегодня еще дымка самом море какова красота путешествуйте ребята приезжайте в такие места чтобы получать как можно больше удовольствия от отдыха в анапе в анапе есть что посмотреть куда съездить и собственно чем себя занять красота море пушующие немножко атака нежная и гладкая следующей точкой нашего путешествия будет ротонда которая находится уже на въезде в суку да вниз мы отсюда видим поселок дальше за поселком начинается заповедник большой трещ и впереди нас ждет красивый вид всем кто двигается в сторону большого треща сурков всегда советую приезжайте сюда особенно в такие дни когда светит солнце здесь открываются потрясающие виды видно с правой стороны горы наши можжевельники ну а также вид на большой трещ отсюда просто завораживает отсюда можно прогуляться по хребту горы и выйти на гору который со стороны суку откроет вам видно весь поселок сейчас там течет река на реке нет моста и из-за этого форсировать ее сложно может быть у нас получится говорится загадывать не будем совсем немножко остается времени когда здесь все зазернеет и будет выглядеть совершенно по-другому но пока благодаря тому что отсутствуют листья здесь тоже своя атмосфера открываются совсем другие виды также можно погулять по дорожкам практически к морю спуститься хвою конечно здесь сложный я помню этот поселочек когда была всего лишь одна улица это уже так говорится нынешняя при мне застройка которая произошла раньше просто озером туда можно было проезжать по раздолбанной дороге часто тоже частная территория да а озере есть супоки по рисовое озеро сейчас на полноводное смотрите на канале видео обзор я недавно там катался на катамаранах надеюсь вам понравится ссылочку оставлю в описании летний период времени часто пользуюсь парковкой с левой стороны она платная потому что припарковать бесплатно машину здесь практически невозможно особенно когда у нас начинает свисти море многие не знаю что и самой анапе есть каменные пляжи отправляются в путешествие в суку приезжают сюда здесь даже вот тут под деревьями пытаются сдавать парковки за деньги но вот так и ждем но это река суку сейчас она не полноводная но бывает что показывает свой бурный нрав туда дальше в суку находится лагерь смена большой который занимает очень много территории перед пляжем есть магазины ну и сама дорога влево ведет как раз таки к и по рисовому озеру если проехать дальше то мы попадаем на большую трещу а сейчас давайте сходим на центральный пляж летний период времени здесь работает небольшой парк аттракционов также круглогодично работает кафе хутор там кормят принципе очень хорошо могу советуется на режиме кафе работает также в режиме и столовой ну а к морю проход находится там куда мы собственно и отправляемся сам проход на пляж сейчас не такое многолюдный как в летний период обычно здесь приходящие конца и края потоку людей не видно вот не нравится мне конечно уведение которое здесь появляется от колючая проволока на заборе на сразу портит немножко отдых если вы приедете что-нибудь прикупить вы всегда можете некоторые точки все таки работают ну и впереди там товары курортного ассортимента продают круглый год заведения закрыты единственное радует что в этом году вроде никаких сносов нет но хотелось бы дополнительного благоустройства какого-то все-таки украшением то сколько лет приезжаем но только последние годы посносили некоторые кафе за которые получилось выиграть ссуды и на этом как бы здесь развитие этого прохода застыло интересно каждый день люди выставляются если спрос хотя вот сегодня бац пришла жара можно покупать круги и купаться в морях это море холодно еще плюс 10 градусов сегодня с утра было девять и пять это очень холодно здравствуйте кафе эдем так ни разу не попал в него хотят на мои подписчики и хвалили еду если вы ели где-нибудь в этих заведениях что-то покупали которые мы проходим пишите обязательно об этом свои отзывы вот вин буфет работает самое главное говорится боретесь с трезвостью то здесь для вас все есть продают разнообразные сувениры . ведь не одна торговая работает их несколько ждут говорится когда вы придете и еще одну торговую точку готовят к открытию или нам делали раньше проход вот сюда налево тут минобороны перекрывала прямой проход к морю сейчас он открыт и свободно проходим все здесь тоже соки воды и разные сувениры предлагают для гостей которые здесь есть сукой честно люди приезжают для такого спокойного отдыха возле моря погулять продышаться у многих есть квартира в суку высоко тоже постихонечку становится бурно бурлящей деревенькой но хотя до на по недалеко прошу про руку она прям удивились количество людей как летом нам не встретился вообще ни один человек на проходе к морю и уже кажется что их и не будет здесь последствия шторм можно увидеть как он ломался эти сооружения конечно в первые дни было совсем жестко здесь было вообще все вымыто сейчас видите под сыпали грунтом который отсюда краски брали тут стоял вагончик охраны и вообще полностью перевернула сейчас уже пляж приводит постепенно это состояние в котором вы его привыкли видеть и я думаю что многие его любят именно таким конечно хотелось бы чтобы вернулась еще и набережной которая здесь была полностью всей длине без тех заборов которые находятся впереди людей на пляже кстати немного хоть и на самом пляже гораздо теплее чем вот в проходе я проходил к морю на горе виднеется надпись сукон собственно все красиво и хорошо в летний период здесь появляется очень много разнообразного благоустройства он и в этом сезоне оставалось но его снес шторм шторм приходил чтобы понимали и заходил туда же до середины прохода пока вот пляж в таком состоянии не сказать что плохо в принципе единственное что жалуются люди то что через речку сукло сейчас нет мостико чтобы подняться на гору на горе мы не видим людей гуляющих обычно в такую погоду там их довольно таки много кто-то собирает такие вот каменные статуи на память здравствуйте а вы на кого охватитесь кого там смотрю кто-то катается или на лодке или на сапе это небольшая лодочка и море пожилите из-за волнения немножко мутновато обычно здесь очень чистая вода и почему собственно сюда все приезжают здесь никогда нет никаких водорослей но людей нереально много в летний период времени это очень популярное место потому что пляж галичный без всяких волнов люди сюда приезжают на отдых и ловят максимум эмоций от него но в шторм не советую заходить здесь сразу резкая глубина поэтому надо приезжать сюда только если вы умеете хорошо плавать с левой стороны центрального входа здесь наблюдаем территорию министерства обороны их санатория здесь прям тоже бушевала стихия волны уходили довольно таки далеко но они уже себя порядок навели все разрушено выбирали здесь вот это вот как раз таки оставшиеся в живых элементы благоустройства которые стояли на пляже ближе к лету их начнут восстанавливать и устанавливать по своим местам это остатки магазинчика который тоже вносила тут уже везде смотрю почистили тоже и установили забор на место так вот выглядит сама река которая протекает по территории министерства обороны с двух сторон забора не пройти не проехать и туда дальше впадает море кстати у нас по моему есть шанс перебраться через реку и забраться на гору с правой стороны пляжа выбороченные деревья и как их облюбовали жители сока либо гости сидят слушает море красота не будем уменьшать пойдемте дальше здесь водичка в речке вообще невероятно чистая хочется верить в то что очистные сооружения справляются и здесь вода кристалл просто и вот эта дача она впадает в море ну такое хлипкое сооружение сделали для перехода вброд я вам скажу такой риск немножко я даже не знаю стоит не стоит она того чтобы попробовать брод брать реку я думаю если бы я шел без камеры было бы гораздо легче и тут из-за того что еще и камера о нет мне кажется это без вариантов что я наступаю у меня ноги проваливаются туда сразу же если резко как-то жуха вдруг я там подскользнусь и упаду короче я не знаю как быть ищем вариации чтобы все-таки перебраться на тот берег вот этот дерево как бы перекинуть и было бы хорошо я его не подыму а шторм решил что туда она не надо тут если перейдешь чтобы берег видите как подмыло с той стороны что ну чё толку как говорится по воде очень долго идти ух какие тут волны прикроют ребятки просто красота там кому-то вышли как я на куда-то и вот здесь только что девушка вброд перешла можно тут перейти залезть вот здесь на гору вот парень тоже разулся и пошел посмотрим какая там глубина если у меня шансы ухты он по колено прямо шел там еще каменюки походу но по ходу все у него получается прям триллер такой есть контактура он смог порадуйтесь за него у него получилось то у нас получится разделись частично разулись можно идти вброд тут самое главное теперь не утонуть а водичка холодная бодренькая так сказал так вот парень там шел прям по камням я все-таки думаю обхитрить судьбу не пройти вот где-то здесь ой как камни скользкие прям ох еще палки мимо проплывают так все получается отлично хорошо мы живы великолепно все мышь могли отсюда конечно совершенно по-другому выглядит сам пляж сухо красивая лагуна куда дальше нас есть дикие пляжи тоже нудистские а вот сюда хочу вам показать это вид будет на пляж шингари и мне тут очень нравится плита которая входит в море такая красивая когда на нее выходишь такой первый взгляд бросаешь ты думаешь вау просто капитальный красавчик да море и горы создают невероятные это структуры представьте как здесь плавать с маской среди этих гряд сколько там разных рыб руссков крабиков виды конечно невероятны и дальше в таком формате еще один пляж а за ним уже начинается галичный и вид на шингари сюда очень классно смотреть на море слышать чум прибоя и релаксировать когда там пляж забит людьми сюда можно прийти получать удовольствие практически в одиночестве очень крутое место вот как-то надо попытаться вот сюда пробраться здесь конечно чуть не оборвался уже и сложно довольно таки двигаться нужно все сыпется не знаю думаю что получится это долго или коротко ходили но на горы начали подниматься самое интересное что там сейчас был один обычно людей здесь очень много и первый вид на пляж с возвышенности красота сама дорога принципе удобная хорошая вытоптанная открывается много видовых мест перед вами во время движения я ее покорял сланцах в обычных но чем удобнее обувь тем легче и проще сам подъем конечно же будет что об этом подумайте заранее отсюда открывается вид именно на санаторий министерства обороны а второй самый большой это смена который как бы у людей отжимают потихонечку пляж чем выше поднимаешься тем виды конечно шикарнее становятся с каждым шагом ты понимаешь что наверно лучше бы этого не делал но она толстая надо себя этим бодрить как минимум с правой стороны мы видим уже можжевельники которые растут на этой скале отсюда уже видно весь поселок сука раз можно перевести дух посмотреть на заповедник на море большой трещ и плюс 19 и 2 жирные градусники и говорит о том что на бог хотя бы с собой водочки для этой водички простите мы поднялись ребят здесь на вершинку и раньше хотели здесь делать как порселинг спуск но что-то у них не получилось реализовать и сам вид горы на море бескрайние отсюда стоит дорогого раз таки всех тех сил которые были потрачены чтобы сюда собраться вот тот пляж шингари и которые мы были вот она ротонда и задача ведет еще тропах в общем красота море чай и полные легкие морского воздуха это просто фантастика температура бьет все рекорды на солнышке прям конкретно прививая чай попили можно спускаться вниз я спустился с горы и все-таки начинаю задуматься чтобы не развиваться попробовать форсировать речку именно в этом месте где куча всяких бревен навалено разума говорит что может быть этого не делать как говорится хочется малыми силами пробраться на ту сторону вот это пытается ребята ею я это сделал хлев выдохнул отвечаю хорошо что хорошо заканчивается сейчас прогуляемся в другую сторону пляжей посмотрим как там они выглядят в общем сука места прекрасной по горам полазите Дикие места найти, индийские пляжи. То есть здесь есть, в принципе, все для вашего удовольствия максимального. Вернулся обратно в центральный пляж. Посмотрите, что происходит сейчас в Суко. Если идти в левую сторону, когда смотришь на море, то здесь вообще не камни, а песочек. Фантастика. То есть это для Суко уже не удивительное, но все равно такое прикольное явление. То есть появляется песок вместо гальки. В общем, преодолели мы все эти преграды. Чуть-чуть ноги замочил. И с этим было интересно, что это вот такое. Там как будто плод какой-то. Но это сети стоят. Либо на рыбу, либо выращивают миди здесь. И на них сидят бакланы. Мне казалось, что там лодка какая-то. Ну, посмотрите, как здесь изрезан берег волнами. Тут видно, что сверху были обвалы. Потому что на земле валяется порода. Именно оттуда. И тут такое что-то даже типа пещеры. Не советую заходить туда, а вдруг обвалится. Туда дальше находится секретный пляж, на который можно спуститься саратон, который находится по пути на Утрищ. Ну и тут отдыхать, в принципе, тоже можно от души. Здесь очень много отдыхает именно людей голышом. Иудисты очень облюбовали эти места. Если вы здесь отдыхали, пишите, как вам. Я вообще все-то вам нравится больше всего. Та бывшая набережная, которая здесь была, видите, она сейчас засыпана галькой. Дает, так сказать, отстатки. И она отжата сменой. Для чего это делается? Неужели мы детям нашим враги? Я до сих пор понять не могу. Здесь у них был городок, построены смены. Они его полностью разобрали. И площадку выравнивают. Всю гальку. Потому что здесь тоже жесть творилась. Шторм переходил туда и разносился там строение, которое было. Говоря о том, что пляжные территории застраивать не стоит. Съемки. Заборчики, огородочки. То самое печальное, что портит наш отдых. А здесь летом еще устанавливали забор. В прошлом году. Но здесь в этом году у них ума хватит этого не делать. Хочется, чтобы свободный пляж был. Это хотя бы 20-метровый зон для всех. А еще лучше, конечно, восстановленная набережная. Тут тоже, смотрю, что выравнивали. Чистили от мусора. То есть в порядке, в принципе, наводили. Волны заходили сквозь сетку. Видите, тоже мелкую гальку продавливали туда. Дальше. Здесь тоже забор поразносило. Удар стихий на Суко пришелся очень сильный. Жуткие кадры. Повалил забор. Море прорвалось и топило дальше эти территории. Здесь пока еще уборка нужна. Тут они производили, к большому сожалению. Но все равно много мусора убрали. Много лома. Тут его еще осталось тоже много. Территория пляжа, по которому гуляли, там чисто, в принципе, спереди. А здесь вот, возле этих заборов, внестерства обороны, к большому сожалению, пока в порядке. Ну, вроде бы наводились, потому что было больше. Но не до конца. Я на одни бутылки не обратил внимания, на другие. Дальше идешь, ключик все больше и больше. Пришли, попили, бросили, ушли. Вон еще пакетики. Что за люди? Непонятно. Ну, и напоследок, шикарный вид на город Анапу. Из машинки прям вообще прекрасно. Сегодня за день у меня 17 856 шагов. Прошагал, в принципе, достаточно. Ребятки, спасибо всем за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И дай бог пребудет с вами сила. Как говорится, сила мысли. Хорошие и прекрасные. И спасибо за вашу поддержку. То, что не оставляете. Пишите полезные, подробные комментарии. Я вам на все их отвечаю. Жду вас в телеграм-канале. Там тоже вы очень нужны и важны. Крепко всех обнял. До следующего видео не прощаемся. Ну, а напоследок вам моречко и закат. Крепко всех обнял. Продолжение следует...